Билетики в детство. Девочки-мишки из многочисленной розовой серии Светланы Шелковниковой самые популярные. Каждый раз разные. Эта дама, например, создавалась тремя техниками. Валяние, модный нынче процесс вязания и вышивания. Теперь девушка собирается на бал. Сейчас я ее пока наряжаю. Самый приятный процесс. Можно подбирать. Подбирать всякие платья, эти, кружева под платье. Только они сами себе выбирают, что им нравится, что им не нравится. Тебе вроде как и нравится, а ей вроде как и нет. Вот это вроде ей нравится. Мы сейчас свидетели настоящего таинства одушевления маленькой игрушки. Вообще это процесс такой довольно-таки интимный. Когда создаются игрушки, они... Чем меньше народ при этом присутствует, тем лучше. Потому что они же как бы, я не знаю, впитывают какую-то такую энергетику с мастера. Или вообще просто, когда делаешь игрушки, надо думать. Думать, просто думать и думать о чем-то хорошем. Создание игрушек – процесс круглосуточный и непрерывный. Тут и там валяются листочки с зарисовками, задумками. Лучше всего думать и делать ночью. Весь дом и даже собака. Цирковой пудель Ред спят. Вообще игрушка, она... Это непростая такая история с игрушками. Игрушки же раньше даже... Ну вот, раньше делались игрушки, и они были... Они не стали сразу игровыми для игр. Они были такими, ну, обрядовыми, скажем так. Не обрядовые, но почти живые. Светлана старается делать глаза бусинки, чтобы духи не вселялись в ее персонажей. Однако все они с характером. Ну, никак не хочет наряжаться. Вот сидит вот такой, игрушом и сидит. И этот вот причесаться захотел почему-то вдруг. Он был такой же ровненький. Маленькие хулиганы частенько убегают с полок и путешествуют по столу, жалуется Светлана. Некоторые сразу имеют имена. У нее точно есть имя. Только кто, я пока не знаю из них. Одну из них зовут точно Рут. А кто из них Рут? Я думаю, вот это. Рут – имя женщины немки, что сидела на кассе, когда Светлана работала там, в Европе, колонесой. Игрушки делала в антрактор. Потом этого стало мало. Билетов в детство должно хватать на всех. То есть очень много сейчас всякого добра для рукоделия. Это раньше как бы приходилось сочинять и выдумывать. Чтобы уши отпали. А чтоб не слушала всякий лишний разговор. Эта девчушка и ее большеголовые товарищи носят название амигуруми – японские вязаные игрушки. Их соседи – чердачные игрушки, как будто найденные на старых пульных чердаках. Ткань состаривается специальным составом – кофе, кородуба и еще парочка волшебных ингредиентов. Светлана еще и химик, то есть кулинар, смеется она. Сонные ангелы, охраняющие сон влюбленных, смущенный Мишка, пока не признавшийся кому-то в любви. Это игрушки-примитивы с просто нарисованной мордочкой. Потому что многие могут нарисовать примитивную мордашку, но она не будет как правильной. То есть правильного, ну, ее узнать всегда можно. Она сразу тебя как-то, вот, тебя касается. Сегодня Светлана учится у людей, у интернета, но любовь и стремление к рукоделию – потомственная. Во время войны моя прабабушка, были же трудные времена, и она делала игрушки и на рынке их продавала. То есть таким образом семья не бедствовала. Когда прабабушка вот этим делом занималась, то вообще вся семья в этом участвовала. И дети сидели, расписывали глазки, личики она давала расписывать детям. Девочки там что-то вязали, там шили платье, она там делала туловище. А вообще то, что вот она делала, тех кукол, которых она делала во время войны, это очень похоже на то, что сейчас делают Тильда. То есть это назвали, ну, это в Швеции есть такое направление – игрушки Тильда. Тильда – на самом деле имя шведской мастерицы, задумавшей когда-то такую куклу. Ныне – модная интерьерная игрушка. Тильда Светланы – вера, надежда и любовь. А это Урсула, она хозяйственная. Есть игрушки в некоторой степени обрядовые. Далеко уехала Мадонна с младенцем, то есть зайчиха с зайчонком, чтобы исполнить свое предназначение в семье, где пока нет детей. А другие остались рядом. Ну, есть такие игрушки, с которыми я не расстаюсь. Есть такие игрушки. Не потому, что они самые лучшие. Нет, потому что вот я иногда смотрю на них, но вот одна игрушка мне кажется очень похожа на мою дочку. На полках Мишка-президент, потому что единственный твердо стоит на ногах, гномик из книги детства Светланы. Книги – очередной этап творчества мастерицы-волшебницы. Истории из жизни Гунчи для тех, кто не спешит, не спешит стать взрослым. У Гунчи новый у тех теперь. Ох, чтобы как бы, ох, ох, как бы где бы, ох, так бы мне бы, ох, как бы, так бы, чтобы, ох. Весь понедельник занимается Гунчи любимым делом. И к рукоделию тоже неравнодушно. Про страхи и радости этих вязаных друзей Гунчи и Гунчи побольше обязательно скоро выйдет. А это подарок мужа на день рождения и мечта – спрятать внутрь маленького существа волшебный механизм. Дарья Мишина, Любовь Белоусова. Для Левко.